не такой он интересный как лазеровский жилой комплекс для души золотые почтовые ящики на при этом есть кустарник одуванчики сырники полнейшие друзья здесь разруха вот у них шла колонна она закончила здесь смотрите какая красота ну тут вообще ну конечно требует капремонта следы сразу протечек 12 лифт радиаторы и подводка к ним качество бетонных работ сверху вот это все это подтеки это отсутствие качественной гидроизоляции здесь я его не могу назвать красивым это самое недорогое что можно приобрести убогая оградка но очень комфортный для жизни а такой собственный променад по сравнению с остальной петроград к друзья добрый день я андрей артемов мы с вами петроградском районе прямо у станции метро чекаловская сегодня мы с вами прогуляемся по большой зелениной и посмотрим один из интересных объектов как он реализован и что с ним произошло по истечении определенного времени после ввода в эксплуатацию но вы обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал погнали большая зеленина по которым мы прямо придем практически к этому комплексу у которого шикарная на мой взгляд место расположения здесь мне лично нравится эта часть петроградского района так как здесь большое количество зелени по сравнению с остальной петроградкой есть такие скверики небольшие парки исторический центр набережная видна телебашню стоит наша для жизни уже давно все сформировалось рестораны кафе аптеки магазины банки есть все для комфортной жизни некоторые дома смотрятся не очень красиво например вот как этот что вы сейчас видите часть зданий смотрится достаточно красиво стоимость на вторичном рынке в старом фонде составляет за однокомнатную квартиру от 8 миллионов рублей естественно эта квартира под ремонт если нужна квартира которая с хорошей отделкой она уже будет стоить значительно дороже а мы подошли кого с вами к жилому комплексу юмьер однокомнатную квартиру здесь можно приобрести 27 миллионов рублей помню как строилось это здание давно сдан но выглядит достаточно достойно а такой собственный променад очень красиво смотрится напротив кафешки и рестораны с большой зелениной сворачиваем на улицу корпусную и идем в дом комплекса вдоль комплекса здесь здорово что есть озеленение есть большие деревья есть даже трава и кустарник а петроградка дорогой район но очень комфортный для жизни мне нравится его красивая часть 9 нет деревьев где как раз танцы метро петроградская но вот здесь для жизни мне больше нравится потому что я люблю деревья и здесь они в отличие от другой части центральной скажем петроградки они есть плюс здесь быстрый выход на него и на крестовский остров многие здания как пример вот это справа смотрится очень красиво она полностью отреставрирована обратите внимание накладку кирпича как все ровно красиво нигде ничего не творилось за огромное количество лет есть даже подземный паркинг на месте разрушенных зданий во время великой отечественной войны если вот такие советские хрущевочки классные кстати хорошие дома и очень часто в этих проектах на последних этажах высота потолка 2 метра 90 сантиметров в отличие от стандартных двух пятидесяти пяти этажей ниже распускается уже сирень липа здесь хотя бы можно чем-то дышать но все равно пыли здесь достаточно хватает по правую сторону жилое здание называется жилой комплекс аристократ аристократ смотрится достаточно интересно хороший жилой комплекс до него был сдан медальсон обратите внимание все в каком состоянии как качественном построен такое ощущение что поистине новый дом нам нужно перейти с вами дорогу и вот туда идти где стройка идет где строят клубный дом квадрия аккуратно переходим дорогу в питере водители не очень любят пешеходов пропускать вот она мало и зеленина а видно что у клубного дома идет отделка фасада монолитный конструктив большие окна отделка фасада это или клинкер или керамический керамическая плитка а вот и впереди жилой комплекс которому мы идем отличное место достаточно интересный проект но мы с вами посмотрим как он реализован первую очередь этого жилого комплекса в 12 этажей сдали начали вы верни выдавать ключи в 2013 году прошло 11 лет и мы можем посмотреть что стало с этим жилым комплексом дом во дворе мы сейчас туда пройдем посмотрим здесь небольшое какое-то зеленение убогая оградка мне это по-другому не назвать но потому что считаю что по траве нужно ходить травой нужно ухаживать но здесь вот маленькая такая градка надо было хотя бы повыше строить было бы намного интересней видим высылой видим разводы воды если вот наверное вот до сюда это цемент по бетону а дальше идет просто цсп который окрасили это бутафория все вот эти элементы декоративно это тоже бутафория 10 огромные были жалобы людей на продувание протекание все на свете потому что сделано цепляп застройщик называется л-1 дом бизнес-класса цоколь это у нас искусственный камень это самое недорогое что можно приобрести но и обратите внимание как вот это все выглядит вот торчащая арматура на колоннах штукатурка валится понятно за домом нужно ухаживать еще вопрос к управляющей компании но и не только к ней еще и к застройщику который соответственно долго это все реализовывал дом если не ошибаюсь должны были сдать еще в восьмом году но сдали намного намного позже а здесь у нас друзья таунхаусы в три этажа их очень тяжело продавал застройщик потому что была большая площадь но при этом был широченный лестничный марш и если не ошибаюсь там около порядка там трех метров ширину который занимает значительное пространство о вашем доме здесь еще есть такой цокольный этаж так что с цоколя пока на 3 набегаешься могут и ноги отвалиться и на часах все круги заполнишь но внешний вид конечно такой смотрите все дальше это сдалось чуть дальше это был наверно 15 год если не ошибаюсь начали выдавать ключи этого бизнес-класса здесь конечно мы с вами видим что много проблем открытый бетон потеки все на свете а вот как раз и дом который здесь начали выдавать ключи первого воду посередине 12 этажей зайдем посмотрим подъезды все остальное пока просто пройдем посмотрим на всю эту красоту ну тогда еще строили вот эти трехэтажные какие-то же правильно назвать пандусы по мне это очень странное непонятное для меня решение для того чтобы подниматься на коляске надо все сделать просто в уровне землей и не нужно делать таких нагромождений здесь даже есть подземный паркинг который постоянно течет не знаю сейчас исправил застройщик вместе с управляющей компанией эту проблему или нет но даже сейчас на 24 год не сказать что это бизнес-класс потому что когда ты лишь открытый бетон вот в таком состоянии то есть может быть знаете открытый бетон должен быть красивым здесь я его не могу назвать красивым здание все какое-то обшарпанное отваливается обратите внимание штукатурка вниз уже попадала бутафория пока еще держится вот такой же к проходим через арку заходим во двор здесь балкон и сплошным остеклением на которые тоже были жалобы кирпич желтого цвета смотрится неплохо озеленение увидите за столько лет это все выросло то есть представьте сколько нужно ждать чтобы это все было высокой поэтому конечно когда мы смотрим с вами новостройки то я например если приобретая хочу уже вот это все видеть то что рисует застройщик и так двор здесь достаточно большой под двором расположены подземная часть где паркинг территория здесь закрытая обращаю внимание на фасад как он красиво смотрится как все уже по отваливалась входная группа сделана красиво вот узнаете если бы была хорошая реализация сам проект достаточно интересный на тот момент когда застройщик начал продавать продажи они переделали весь проект так как здесь они а так как это дом бизнес класс это петроградка они хотели здесь устроили планировали большие квартиры потом произошел кризис в недвижимости и они стали делать нарезку более маленькую было огромное количество студий раз два три четыре пять шесть семь восемь так девять десять одиннадцать двенадцать студий и по левую руку раз два три четыре пять шесть семь восемь студий однушечек двушечек ну и совсем мало трешек в этих домах практически одни студии и однокомнатные квартиры по фасаду видно весьма эти какая здесь красота то четырнадцатого года сами посчитайте сколько прошло лет десяти лет еще не прошло а дома уже в таком печальном состоянии соответственно мне на гарантии его еще не по 214 устроили я покажу которую построили они издали по 214 двадцать первом году здесь вот вход в паркинг виде домика кстати даже так ничего прикольно и даже мне кажется вот этот камень смотрится так интересно эти как будто к старое старое здание ну да на фасады смотришь и конечно это все меня лично не очень радует а когда вели в эксплуатацию вот это здание начали выдать ключи деревья все были мелкие обратите внимание как все подросло зелень смотрится шикарно то есть нужно порядка десяти лет для того чтобы это вот так все смотрелось даже видите в то время застройщик сажал правда все маленькой сажал могут сохранила видно управляющей компании жильцы вот эти колонны это у нас обычный цсп сейчас можно подойти чтобы вам показать продемонстрировать глухозеление на дом 4 здесь адрес и я помню что здесь этих колонн упали вот эти плиты это цсп это цементная стружечная плита внутри пустота металлическая труба и к ней это все прикреплены после этого застройщик нанкера все закрепил чтобы не дай бог это не упала а до этого ответе вот такое было крепление они это поражали и от ветра некоторые плиты попадали вниз а видно что управляющая компания ухаживает за деревьев и за деревьями и за кустами и травка даже обратите внимание друзья подстрижена ну конечно траву нужно подсеивать потому что время идет трава редеет нужно скапывать удобрять сеять для того чтобы реально красивый газон они просто трава сейчас он поливает елки с парковкой здесь тяжело все соответственно в автомобилях вот тут обратите внимание ближе как вот сразу виден фасад зданий сверху вот это все это подтеки это отсутствие качественной гидроизоляции так как этот долгострой поэтому про качество здесь говорить не приходится но вот зато конечно самое классного приятное впечатление что сейчас уже все листики распустились большое количество зелени деревья повырастали и соответственно мы видим такую красоту бетонной лавочки чтобы точно не внесли клумбы без цветов и без общей какой-то зелени непонятно для чего они стоят в виде нарыпепельниц приямок гидроизоляция уже здесь видим по отваливалась нигде не видно что куда должна уходить вода но даже двери в принципе в таком более менее состоянии а вот здесь видите ржавчина то есть понятно это еще и 20-30 лет продержится но да когда это все сгниет может быть лет 50 пройдет потом еще пена они уделили что от застройщика гидроизоляция первый слой качество бетонных работ то есть видите какая здесь плотная здесь они не провибрировали не получилось здесь видно что текло в этом углу здесь даже похоже на влагу дверь сать совсем немножко ржавой в отличие кстати от современных новостроек в которых сдали но уже всего-то пошло эти марш немножечко отошел от основания здания но это не критично но внешний вид конечно так себе дальше идем по кругу чтобы зайти соответственно вовнутрь по периметру первые этажи которые выходят на улицу это коммерция студии красоты какие-то маленькие магазинчики пункты выдачи заказов но здесь тоже то ли люди сажают уже жили жителями виду то ли управляющая компания детская площадка дети резвятся или это не это скорее все детский садик почему же много детей но данных вы видите кто-то сажает еще один приямок тоже вся гидроизоляция уже по отваливалась влаги не видно полагано сюда не попадает он здесь видно что герметиком уже это видно управляющих компаний специалисты замазывали что туда ничего не текло я это вам друзья показу что вы просто понимали что через десять лет что будет с вашим же проектом лоджия для того чтобы отводить воду вот такие конструкции но у нас такое ощущение что в питере с утра до вечера льется такое количество воды что вот необходимо делать вот такие водосбросы видите люди все пены монтажные позакрывали для того чтобы было тепло и был какое-то помещение нормально вот она сплошное стекление это алюминиевые профили сделано немножечко так себе поэтому соответственно с него там постоянно капала вода и где многих на лучших она была входная группа обратите внимание что вместо трехэтажных пандусов здесь вот такая немножечко горочка все комфортно колонны эти напоминает жилой комплекс северная долина сейчас мы с вами зайдем в один из подъездов и посмотрим этот подъезд и посмотрим с высоты на район также обращаю внимание что все в машинах все запарковано большое здесь количество мест конечно маловато маловато в плане того что дороги а то есть надо было паркинг большой делать но видно здесь не судьба переходные балконы но вот смотрятся по мне убого некрасиво он тут продырявил стену пытался повесить или будет вешать не знаю что одно торчит магистраль для кондиционеров и у нет елочка заболела но аналогичные скамейки урны с пакетами даже вот пакеты кстати эти дешевые раутся на подороже ставить лестницы где-то здесь был помню вход в память в коммерцию где-то должен быть или там с другой стороны здесь написано парадная этажность 1 сверху 12 снизу нумерация соответственно квартир так сейчас мы посмотрим можно ли позвонить консерву чтобы нам открыли соответственно дверь а мы зашли в этот холл тут конечно да можно в принципе практически назвать это парадным обратите внимание на отделку на декоративные элементы единственное что здесь так себе по мне это система отопления радиаторы и подводка к ним надо было как-то снизу дело шире со стены то смотрелось бы намного интересней а здесь даже он забыл как это называется а видно что она подтекала в свое время видно трещина возможны гипсокартон и просто штукатурочка уже отходит но вот сюда заходим здесь когда-то была дверь который демонтировали потому что видно все надоело что туда сюда ходит здесь друзья 4 лифта два пассажирских два груза пассажирских мы с вами можем вызвать лифт на первом этаже он кнопочка такая же вся протерта и поднимемся наверх посмотрим его двенадцатый лифт двенадцатый этаж алекс лифт то есть видите в то время застройщик сэкономил то есть были отисы или были там всякие более премиальные торговые марки но вот он поставил на тот момент наверное самое из недорогих то что здесь было лифт идет очень медленно поэтому встретимся двенадцатом этаже двенадцатый этаж лифт молчит но вот следы сразу протечек они здесь видны управление лифтами плинтус могли бы целиком поставить или с вот этот разрыв сделать внизу чтобы это не бросалось на глаза но сделали так на внешний вид конечно так себе отсюда вот у нас такие полуокна из которых можно ведь вот вот она уже река лазаревский мост и соответственно мы уже на другом острове но здесь видите застройщик забыл отлив поставить либо хотя бы цементиком зачеканить и так пойдет здесь еще видно с того времени пленку оставили ну вот вот так выглядит 12 этаж здесь видно что тоже это все потекало потолок обычный как в офисе из недорогих но в принципе смотрится нормально обращаю внимание что еще здесь световые приборы обычные люминесцентные лампы когда видно еще ничего не было но протечка конечно не очень радует последний этаж он с минимальным количеством квартиры потому что это бизнес-класс они же тоже там практически одни студии мы с вами спустимся и посмотрим а выйдем на переходной балкон ответьте кто-то похоже ремонт делают поставили что проветривалась потому что жарко но вид конечно отсюда красивый друзья сами обратите внимание какая здесь красота потому что петроградка и крестовский они малоэтажные здесь нет высоток и отличная виден аллахта центра и газпром арена вместо отлива здесь просто штукатурочки накидали до отсюда виден двор вот у меня ощущение что это дети гулять какого-то частного детского садика потому что их очень много и нет такого количества родителей это все воспитатели похоже на площадке такие знаете обычные площадки вот cds так строит в их проекты то есть но в общем к силовским оборудованием это очень похоже на него очень недорогим все дела на знаете вот как советское время все квадратиками какими-то прямоугольниками не так не особо думали в то время о людях но вот здесь зато вот ну все красота просто вид конечно шикарный одна из классных новостройку впереди кто знает напишите в комментариях как называется ну конечно парковая зона большое количество зелени поэтому вот эта часть петроградки мне лично нравится отсюда вот обратите внимание даже а телебашни наши видами видовые характеристики отмечены ну а здание такое конечно уже требует капремонта лестничный марш тут уже трещина пошла здесь видно как все текло то есть так в себе все но тут вообще ну конечно линолеум конечно не ушел но держится все не так хорошо хотелось бы отсутствует лампочка везде следы потеков здесь тоже видно что текло это вот здесь тоже влага это говорит о гидроизоляции одесса же пленка видно скорее счет застройщик осталось он смотри какая красота это бизнес-класс выходя сюда мы здесь вообще видим красоту вот у них шла колонна она закончила здесь вот так вообще запрещено все делать но каким-то образом застройщик создал дырка на улицу внешне конечно здесь так себе что-то пытается опалубка осталось ну конечно такое все уже тогда в питере можно было в санкт-петербурге можно было конечно сдать вот так походным образом дома будут обратить внимание что тоже что-то уже подделывали спустимся немного ниже потому что ниже одни студии в этом доме в этом бизнес-классе но студии кстати достаточно большие они там порядка от 25 метров до 35 или 36 из-за того он тоже все в трещинах из-за того что это печально был бизнес-класс который остался на картинках бизнеса по факту все что мы с вами видим а здесь были большие квартиры которые нарезали на студии однушки соответственно это сделали простым способом поставить перегородки из газоблока и поэтому говорить о хорошей качественной шумоизоляции здесь сожалению не приходится плюс система разводки отопления здесь по старинке она вертикальная то есть за вы будете прятать за занавесками прячете кто здесь живет эти неказистые трубы вот качество да видно зайдите в царские дома посмотрите за которыми ухаживают там где вы какого не увидите дома стоят по сто и более лета и с ними все достаточно хорошо даже со сталинскими домами они ноги выглядят нам лучше чем вот эта современная новостройка л-1 конечно не сказать что какой-то суперский застройщик но у л-1 самые интересные места в городе объекты должны были его должны должны были быть сданы таких много проектов московском к примеру районе но к сожалению застройщика пошло что-то не так и он очень и очень долго передавал ключи и задерживал вот здание в эксплуатации но при этом он их все сдал друзья о чем это говорит о том что у нас нужно все россия страна возможностей можно сдать и в таком состоянии жилой комплекс так ну да в эти трещины везде это говорит о некачественных работах неправильном проекте где-то не просчитались где-то не уследили в любом долгостроит разные материалы у него разные адгезия разные свойства четвертый этаж давайте вот выйдем на четвертом этаже и посмотрим здесь с вами студия здесь уже ниже самая каши здесь классно друзья в комплексе это его место расположение все остальное это конечно так себе ну давайте выходим направо раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь-восемь так девять десять и одиннадцать двенадцать студий и по левую руку раз два три четыре здравствуйте здравствуйте пять шесть семь восемь студий так что когда говорят что сейчас очень много на площадок квартир вот пожалуйста 2013 год проект бизнес-класса от застройщика л-1 помните рекламу л-1 не зря его еще частенько называют аладдином офис у них кстати классно прямо на нескольком проспекте в старинном здании все очень красиво и помпезно выходим дверь тут открыта видно для вентиляции остальные дома примерно аналогично он ведь и даже скалом все по отваливалась почему то ли здесь из-за того что лежит снег то ли это из-за гидроизоляции из-за качества потому что но тут видно шпаклевочка по отваливалась ну просто такие материалы обычно здесь надо нормальную гидроизоляцию делать надо было как-то это немножко по-другому делать применять нам другие материалы чтобы такого к сожалению не было колонна вот эти ощущения что уже красили возможные не раз чтобы скрыть дефекты и сделать однородный вид сверху конечно огромное количество подтеков что лично мне не радует качество строительства оставляет желать лучшему на долгостроить что-то хорошего ожидать можно не ожидать здорово что сделали если раньше не было светофоров просто открывались ворота то сейчас ставят светофоры и поставить шлагбаум полагаю ворота постоянно ломались от закрытия открытие потому что они достаточно тяжелые вот это начали выдавать в ключе вы начали выдавать ключи где-то в пятнадцатом году если я ошибаюсь то пишите обязательно в комментарии смотрится конечно так специфически то тоже большое количество студии практически все только на последних этажах более большие квартиры по площади друзья действительно то детский городской садик номер 93 муниципальный детский сад а вот и частный детский садик можно взять и посмотреть цены они от это цены не детского садика почему здесь друзья есть частный детский садик потому что в муниципальных не хватает мест поэтому процветает такой бизнес ну так выглядит приемок вот все в таком состоянии но полнейшие друзья здесь разруха полнейшие проходим через арку вот он уже скац и камень вот он друзья сейчас из него многие стенки строят раньше это была отделка камушек добавили все конечно когда смотришь на новостройки вот на эти то вид конечно более приятный чем у это который вот бедный несчастный уже разрушается сверху все падает на какой-то кошмар а вот этот дом друзья сдали в двадцать первом году это наверное здесь самое приличное красивое то что есть потому что не видно пока чтобы что-то где-то упало возможно здесь более капитально подошли к строительству красиво смотрятся балкончике небольшие окна видны кивы при этом вот этот кив почему-то он там и стенки выходят страны хотя должен быть западлицо а и тут тоже самое понятно понятно да качестве особо говорить не приходится этого жилого комплекса данный дом застройщик позиционировал как дом для души первый этаж обратите внимание какая красивая отделка полированный гранит вот видно местами нужно так то ли подходил туалет так сделали вот все эти места но издалека смотрится дорого-богато территория сама здесь очень небольшая но при этом есть кустарник одуванчики сырники крапива лопухи ну и все остальные прелести газонов скамеечки где можно посидеть на первом этаже коммерция все вот в такой длинной плитки смотрится красиво фонари как в центре санкт-петербурга другие скамеек с этим делюсь скамейки клиника поставила а может быть и не клиника может быть это я ошибаюсь сразу видим выход на набережную неву лазаревский мост сейчас мы туда дальше пройдем тоже с вами фасад смотрится неплохо видны только конечно к сожалению соединение плинтусов нужно было делать более аккуратно потом все закрашивать также мы видим соединение наличников но издалека этого практически незаметно и классно смотрится ограждающей конструкции балконов такая сделанная вся подстрелена вот друзья в принципе весь комплекс здесь просто он достаточно такой скажем камерный небольшой в отличие от первых очередей где вот обратите внимание что за время стало с балконами и с отделкой фасада видим вот такой приемок обратите внимание что вот ну реально красота но как только мы сюда с вами спускаемся но что здесь видим мы видим что здесь стоит влага понятно и уходить некуда поэтому все в таком состоянии ну конечно вот эти все высолы смотрится конечно это у бога как и вот эта пластиковая решетка на мраморных стенах да и вот здесь отсутствие фасада ну нормально а на входе бизнес классно встречает система допуска бас айпи а у нее плюсы что можно даже через телефон это все открыть есть видеонаблюдение есть приложение для телефонов на андроиде соответственно на иосе где вы можете открыть курьеру позвонить соседям и так далее очень классные системы главное чтобы это все хорошо работало холл ну парадный тяжело назвать для меня парадные остались в царское время но обратите внимание какая папе помпезность большое количество различных декоративных элементов вот такое красивое зеркало ромбиком вот здесь тоже узоры запах канализации почему-то здесь присутствует очень красивые люстры видеонаблюдение белый потолок точное освещение здесь похоже должен был быть консьерж которого здесь нет управляющая компания аналогичная классика и конечно могли бы стенд как-то сделать поинтереснее потому что ну как там тут смотрится по мне не к силу не городу золотые почтовые ящики смотрите какая красота большое маленькое количество квартир лифт кионе вот такие же лифты надо было и в соседние ставить не только здесь в пластиковые двери они в руку извините металлические золотыми ручками здесь отделку закрыли все правильно сделали потому что все таскают и строитель им конечно пофиг обычно все разрушает и здесь в этой металлической двери обратите внимание что панели сделаны под дерево и это смотрится красиво вызываем лифт и поднимемся с вами на самый последний этаж лифт двухсторонний подскрипывает седьмой этаж обращаю внимание что лифт расположен вот так это очень некомфортно ну для бизнес класса или это премиум даже у них считается могли бы конечно сделать ну кстати лифт шикарный смотри какой классный даже вентилятор работает могли бы сделать чтобы он был расположен так чтобы было это комфортно и заходить с коляской заходить не надо вот сюда заезжать да вот вот так заехал сюда лифт кстати небольшой анти вандальная отделка конечно как строительном вагончике баннер хотя бы натянули в белый цвет бы окрасили смотрелось бы по мне симпатичнее мы уже с вами друзья приехали на седьмой этаж открываются двери выходим красивые двери квартир красивая отделка здесь даже вот обратите внимание как неплохо смонтировали забрала как я это называю вот такие светильники система дымоудаления для слепых знаки и соответственно есть звонки ну вот самые недорогие звонки можно загуглить сколько они стоят в том же примеру Ле Рупа да это я понимаю звонки от застройщика квартир немного здесь будет вид хороший ну лестничный марш наверное самый помпезный из того что я видел в жилых домах тут что-то у них это штукатурочку подрезали окна сделано под дерево а здесь у нас вид во дворы у кого-то там видно летом шатер где можно посидеть ну вот такой друзья жилой комплекс ну кстати неплохо все смотрится не хватает конечно указателей хотелось бы чтобы они здесь были почему-то их здесь нет хотелось бы чтобы здесь тоже была отделка ее почему-то здесь нет но в принципе вот на это смотришь да вот приятно сюда заходить красиво но мне больше нравится когда это все попроще потому что здесь складывается пыль это все убивается и приходит в негодность и за это нужно платить чтобы сделать видны идут ремонты здесь соответственно квартиры без отделки и люди будут делать все то что они себе понадумывали вернее не понадумывали что они решили себе сделать в этих квартирах я даже не представляю сколько здесь будут жильцы платить за коммунальные услуги в этом супер элитном доме выходим из этой помпезности через алюминиевую дверь она еще и закрылась ух ты она такая плотная ну вот конечно вход сюда так себе почему нельзя было сделать вот так прямо честно говоря непонятно почему нужно было заходить такими углами есть даже вот такой дизайнерское решение территория маленькая но на самом деле сделано достаточно все неплохо мне понравилось давайте выйдем отсюда пройдемся в сторону лазерского моста посмотрим что здесь с окружением прямо на набережной вот одна из интересных интересных зданий это сталинский дом пятиэтажечка с высоченными потолками главное найти выход так здесь нет выхода а вот он все вижу выходим с вами из жилого комплекса набережная здесь достаточно оживленная большое количество машин впереди стеклянный бизнес-центр о реклама эталона кстати здесь очень рядом да вот то что они новый строит эталон проект он должен быть конечно интересным и обещающим но главное чтобы они хорошо построили это не было похоже на их галактику сталинский дом а чем мне нравятся сталинские дома что это кирпич это шикарные фасады за ними никогда никто не ухаживал большая редкость когда что-то только отваливалось доделывали внешний вид домов красивый толстенные стены а если в этих домах еще в некоторых просто есть перекрытие из полутавровых балок с деревом а есть где уже железобетонные плиты где железобетонные плиты шикарные проекты стены к соседям из кирпича высоченные потолки от трех метров и выше дворы уже конечно за это время достаточно зеленые но проблемы с парковкой проблемы с коммуникациями потому что они старые за ними мало кто ухаживал но если сделать хороший качественный ремонт поменять соответственно старые окна на новые то все здесь будет по красоте дома все стоят очень и очень долго и также долго простоят бизнес-центр тринити смотрится просто шикарно очень круто все сделано современное здание которое вот вписывается в сталинские амперы обратите внимание как можно круто все сделать да здесь сразу несколько бизнес-центров есть фонтаны ну классная такая знаете зона прогулочная можно покататься на самокатах электросамокатах пройтись по лазарского мосту на крестовский остров что мы сейчас друзья с вами и сделаем обратите внимание что здесь бетон сделали вот такие красивые кадушки с возможностью посидеть скамейками круглыми и какие бы высокие большие березки вот так же можно делать красивое зеленение и в современных проектах новостроек переходим с вами друзья дорогу и пройдемся по лазаровскому мосту и сделаем небольшой кружок конечно приятно смотреть на него приятно смотреть на красивые лодки прогуляться по мостику вид смоста потрясающий летом здесь катаются на лодках на различном другом виде транспорта водном все здорово что находится в пешей доступности что можно выйти из дома и погулять по крестовскому острову мост кстати сам по себе красивый смотрится классно современный но и вид с него тоже достаточно красиво уже ребята с как это грибники поплыли виды здесь друзья конечно просто классные он уже когда люди катаются что то их там сверху не видно маловато у меня кстати есть обзор как как мы катались по рекам и каналам рекомендую посмотреть ссылочку оставлю в описании к видео на связи все машут капитан отдыхается телефоном о чайка рыбку поймала блин здесь такая свежесть друзья такой классный вид вот посмотрите сами мне нравится петроградка классно тем что это центр города это малоэтажка ну вот он классика жилой комплекс для души да потому что за эти деньги там стоят квартиры порядка 56 миллионов рублей это трехкомнатная квартира все небольшие уже давно разобрали ну соответственно понимаете сами что за такие деньги можно что-то найти и более интересное но такого вида конечно не будет из окон как примеру здесь когда ты смотришь на него и на крестовский остров сейчас покажу дорожку здесь уже все протоптано как выйти на набережную и на ней погулять здесь достаточно узкий проход с коляской наверное и ребенком будет проблематично пройти но пешком можно а мост кстати приняли в эксплуатацию в 2007 году я про лазаревские друзья от лазаровского моста до большого крестовского здесь буквально пять минут и вот мы сейчас с вами друзья пройдемся по вот такой красоте классной и красивой ухоженной набережной 12 часов не успел заснять звуки как на петропавловке в 12 стреляют из пушки это происходит каждый день набережная красивая кроны деревьев защищают от солнца можно так в теньке пройтись претендовать сюда с каким-то лежаком полежать можно и позагорать посмотреть на кораблики как люди спортом занимаются здесь в отличие от петроградского района здесь достаточно тихо потому что здесь не ездят машины они вот здесь ездят по набережной тут у нас большое количество различных элитных проектов внешне издалека смотрится все красиво главное меня туда не пускать чтобы я это смотрел все поближе да тут даже есть скамейка с освещением и урна где можно посидеть и понаблюдать полюбоваться природой и красотами Невы и Петроградским районам впереди вижу финский проект достаточно интересное здание вот финны кстати молодцы очень круто спроектировали это был Юит в свое время элитный или бизнес класс я уже не помню как он назывался с видом соответственно на Неву и сделано так что у них огромное количество видовых квартир большой крестовский мост конечно подуставший не такой он интересный как Лазаровский но с него тоже открывается друзья красивый вид что мне нравится что здесь всего в шаговой доступности вода зелень и именно в этой части Петроградского района ехать туда прямо и мы как раз попадаем станции метро Чкаловская а метро как мы с вами знаем это быстрый и без пробочный транспорт до вашей точки локации шесть секунд мы с вами перейдем дорогу и пойдем туда прямо смотреть все остальные окрестности вернулись с вами друзья на большую зеленину здесь аналогично минут пять и вы уже у жилого комплекса минут семь десять и вы уже у станции метро Чкаловская тут Петроградка вполне приятная деревья скверики все уютно и зелено но от воды всегда мы знаем что идет прохлада ветерок особенно это когда такая жара как сегодня когда тепло когда за двадцать градусов это достаточно приятно интересное здание особенно вот этот эркер вот там наверху ребят не хватает только дракон как считаете мы с вами и дошли до начала нашего пути на малую зеленину ставьте лайки и пишите свои комментарии друзья рад был вас их видеть обязательно поставьте лайк и не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а Субтитры подогнал «Симон»